Что это? Предпринимательская жилка или безграничная любовь к своему бизнесу? Объяснить сложно. Однако прокуратура закрывает игровые клубы, а их владельцы привозят новое оборудование и нелегальное дело снова процветает. Живой пример тому клуб на Лежневской 142. Закрывают его уже в четвертый раз, причем последний оборудование изъяли меньше месяца назад. У прокурора дежавю, компьютеры снова на месте. Только сотрудница сменилась. Виктория подтверждает, что работает недавно. Народа нету. Работаю вторые сутки. То есть попробовать. Ну вы знаете, что ваше место работы, оно незаконно. Ну как, почему незаконно? Это как бы интернет-кафе считается так. Так что это не совсем незаконно. Почему в интернет-кафе запирают двери и практически никого не пускают, Виктория рассказать не смогла, но пообещала сменить место работы. Стоит отметить, что в этом рейде сотрудникам прокуратуры помогали студенты юридического факультета ИВГУ. Под видом игроков они приходили в предполагаемые клубы, расплачивали смеченными деньгами и, соответственно, играли. Вот и в заведении на площади Пушкина один молодой человек успел побывать и потратить 300 рублей. А вот ОМОН играть не пустили. Граждане, мы взламываем дверь. Откройте полиция. Согласно закону полиции, статье 15, мы будем взламывать дверь. Дверь оказалась надежной. Взламывать ее пришлось долго. В этом заведении уже стояли не компьютеры, а старые добрые игровые автоматы в количестве нескольких десятков штук. По всем законам жанра владельцев на месте не было. Предусмотрена ответственность за организацию азартных игр в кодексе административных правонарушений для юридических лиц штраф от 70 тысяч до 1 миллиона рублей. Также в уголовном кодексе предусмотрена неуголовная ответственность за организацию азартных игр, правда, с излечением дохода в размере полутора миллионов рублей. Очевидно, владелец этого игорного заведения – ценитель прекрасного. Помимо игровых автоматов, принадлежностей для покера были обнаружены картины и старинные фотографии. О находке прокурор сообщил в Департамент культуры и культурного наследия. Это действительно первый раз, когда на месте происшествия по организации азартных игр были изъяты две картины. Естественно, будет дана оценка этим картинам, представляющим они материальные ценности. Игровой клуб на площади Пушкина закрывают впервые. И впервые за долгое время такой крупный улов. Помещение, которое похоже на кабинет хозяина, удалось обнаружить немало документов и личных вещей. Не исключено, что благодаря этому личность владельца все же будет установлена. Так что ему вряд ли удастся спокойно отдохнуть в своем золотом кресле. Еще один игровой клуб в четверг был закрыт на улице Ташкентской.